Ну, хей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал Маугли, здесь это Ark Survival Evolved, и вековую я вижу здесь, это же я сам плаваю здесь. Знаете, как будто это какой-то посмертный опыт, я вышел из тела, я летаю, вижу свое тело со стороны, вот он я, значит, такой плаваю, это просто результат моего неудачного прыжка. Так, посмотреть, 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 и взять все. Ух, сука, ах, 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 я понял, я понял, задыхайся, ай, задыхайся, всплывай, 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 блин, я не могу всплыть, Слышите, почему я не могу всплыть? Всплывай, блин, наверх! Не хватало мне еще здесь тоже задохнуться. Ужас какой-то. Я пытался прыгнуть с этой скалы, как Лара Крофт в свои самые лучшие времена, пытался нырнуть вот так вот, но не получилось, немножко не долетел, сломал ноги об берег. Такое часто случается, вы сами прекрасно знаете, как это бывает. Ладно, мы с вами обобрали мой труп бывший, это хорошо, на самом деле, чтобы хоть можно свой собственный труп оббирать, потому что иначе, прикинь, умер и все. И снова все начинать. Конечно, на хардкорном режиме, может быть, мы никогда не поиграем, и я думаю, что это, скорее всего, случится однажды. Пока что, пока что я выучил рецепты для Крафта деревянной мебели, деревянных домиков. Я подумал, зачем мы эту лачугу построили, потому что она нам совсем теперь не пригодится. Давайте быстренько сейчас это все оденем, чтобы опять круто выглядеть. Приоделся и покакал. Такое бывает. Ну ладно, ладно, это не страшно. Тем временем, пока я тут бегал, собирал, значит, кожу, я ее собрал, мы теперь можем с вами делать самую настоящую крутую кровать. Кровать почему-то из кожи делается, ну ладно. И на меня напал какой-то непонятный, какой-то Карна, или как его звали. Короче, ой-ой-ой, смотри, там какая-то хрень бежит. Ладно, эта штука вроде не опасная. Короче, он похож был на тираннозавра Рекса, но почему-то у него из носа еще торчали какие-то рога. Я не знаю, кто это такой, тем временем у нас, смотрите, опыт-то уже. Опа, и повышение. Еще прокачаем еду. Урон. Скорость передвижения. Давайте скорость передвижения сделаем, чтобы бегать быстрее. 12 очков у нас есть. Я выучил уже, смотри, что я выучил. Я выучил, значит, деревянная стена, деревянный фундамент, крыша у нас, мы сейчас крышу наклонную сделаем, крутую. Еще у нас соломенная, скошенная, левая, ага, еще и левая, и правая еще, а это же наклонная. Блин. Не знаю, факел стоячий нам пока что не нужен, кисть нам тоже не нужна. Нам нужно что-то, да, вот сделать, это деревянный щит. А проем для двери какой будет использоваться? Такой же стандартный у нас, соломенный, получается как-то так. Деревянная клетка какая-то у нас здесь есть. Могильная плита! Вот это неплохо, это уже интересно. Могильная плита, это прикольно. Так, это что, наклонная? Деревянная крыша. Ладно, крышу мы... И вот деревянный проем, смотри, дверной. Конечно, давай выучим. А деревянная дверь? Тоже. О, отлично. По крайней мере, крышу мы пока что не будем, наверное. Крышу мы потом сделаем деревянной. Поехали, короче говоря. Дерево у нас сколько там? 438. Нормалек. Предлагаю, что сделать сейчас? Просто мы же можем как-то разрушить это дело? Разрушить стену? Разрушаю, я тебе говорю. Так. Ага, здесь специально стоит таймер для того, чтобы нам не удалось, знаешь ли, как-то быстро все это принять решение необдуманно. Чтобы нам пришлось немножечко подумать. Одну секунду. И тогда вроде как... Не ломай, блин, не ломай, не ломай, не ломай. Стой. Не ломай, говорит. А что, почему? Если ты хочешь... Стой, если ты хочешь стену улучшить, то ты просто деревянами на них наводишься и нажимаешь. Они автоматически заменяются. Окей, а что я теряю, если я разрушаю соломину? Ну, в принципе, как-то ничего. Я так и думал. Ну ладно, хорошо. Ты что можешь? Ягоды взять, черепахи. А, у меня ягод полно, спасибо. Тетя Мотя хорошая. Такие смешные названия Карл дал своим животным. Тетя Мотя, потом Танк, потом еще там кто-то Миг какой-то 27 или сколько там был. Миг 21. Как там было Миг 21? Игра старая была у нас на ПК. Миг 21, перехватчик, что-то такое, я не помню. Ну, короче, помню, что там Миг был фигурировал. Ладно, поехали, короче. Мне нравится ломать, потому что, смотри. Опа! И нету стены. Вообще, это круто же. Опа! Ломать-то не строить. А если я, интересно, стены сломаю, у меня что, крыша тоже упадет? Вот это... Крыша стоит вообще только так. Ну-ка, интересно, давай ради интереса посмотрим. А что мы теряем-то, интересно? Что, крыша у нас стоит на одном дверном проеме? Держится вообще изи. Смотри. Дэвид Копперфилд, он бы отдохнул, наверное, просто сейчас в стороночке. Но пока что, ладно, пока что пусть у нас соломенная крыша, это будет перекрытие, да? Или что это? Крыша, соломенное перекрытие. Давайте сделаем наши деревянные стены. А что, деревянный дом, это вообще круто тень. Так, у нас деревянные стены мы должны сейчас сделать. Окей, делаем одну. Это у нас дверь. Это у нас дверной проем. И у нас фундамент. Фундамент тоже придется ломать, получается. Да, жаль. Столько собирали. Ладно, поторопился, видишь, поторопился разрушить. Хэч. Пойдет. Интересно, мы фундамент сейчас разрушим? А-ха-ха-ха. Все обвалилось. Я так и знал, что это произойдет. Рано или поздно, нет. Все-таки здесь какие-то законы физики маломальские есть. Давай, разрушай. А, смотри-ка, я разрушаю, мне добавляется дерево. Вот это интересно. То есть, все-таки стройматериалы не пропадают. Это вообще класс. Ну что, поехали. Сделаем сейчас фундамент деревянный. Фундамент деревянный. Где у нас здесь? Должен быть фундамент деревянного изготовления. У нас готов он, нет? Так, это что у нас? Ой, сколько тут кусков. Ладно, я думаю, что нормально все это будет. Фундамент деревянный у нас не готов. Нам его нужно сделать. Где ты у меня, родной? Так. Дерево нужно 80. Ничего себе. Нехило, нехило. Но, прикинь, на простом сервере это делать, наверное, будет немножко жестковато, что ли. Делать деревянный фундамент. Сколько там ресурсов надо добывать? Это реально надо племенем выживать. Реально нужно иметь группу целых людей, чтобы они могли все это усердно строить. Ну что ж, поехали. Где у нас фундамент-то? Здесь должен быть где-то. Вот он сейчас. Ставим сейчас вместо его ягодок. Ставим сразу стены. Это у нас дверь. Это у нас дверной проем. Вот так вот. Вот так вот, отлично. Так, поехали, значит, фундамент. Так, на. Что такое? Кровать я уже выучил. Сейчас я себе ее сам сделаю. Спасибо большое. Ну, все так. Окей. Кровать подарили. Ты как приходишь в мебельный магазин, тебе там кровать дарят. Здесь тоже упакованная. Спальный мешок. Ну что, давай сделаем, значит. Ну что, мы тоже квадратный сделаем? Или все-таки что-нибудь такое поинтереснее сделаем с комнатой? Давайте сделаем. Давайте поинтереснее сделаем. А что? Ну, серьезно. Что, мы зря учили, что ли, эту штуку? Так, фундамент давай еще делай. Дерево, благо, у нас дофига. Давай, давай, давай. Так, фундамент у нас. Шестерочка, поехали. Эту ставим сюда. Нормально сделаем. Нормальный дом, значит. Двухкомнатная квартира у нас будет со спальней. Хватит ресурсов, я не знаю. Так, давай-ка еще сразу еще один. Ой-ой-ой, по-моему, все уже кончилось. Кончилось мое дерево, друзья мои. Даже на стены не хватит. Ще нехило прожорливо все это. Забирает, конечно, деревянный фундамент. Ну, сейчас пойдем еще добывать, значит. Ну, серьезно, а сколько у нас дерева-то осталось? Дерево осталось у нас. Где у нас дерево? 28 всего полешек, а это совсем ничего. У нас повышение уровня, кстати, доступно. Давайте прокачаем себе... Ну, давай здоровье ради интереса сделаем. 14 очков у нас инграма. Можем сделать что? Мы хотели с вами сделать что-то с деревом, да? Дверной проем мы выучили. Деревянный... Это что у нас? Нужно для этого соломенные скошенные. Блин, это надо учить. Вот это вообще неинтересно. Но это сделано специально, чтобы мы не скакали слишком. Тихо, тихо, тихо. Ты че орешь? Что случилось? Что случилось, родной? А, кушать хочешь? Ты кушать хочешь? Ну, надо кушать, кушать. Сейчас быстренько с тобой сделаем. Так, давай. Вот такие вот ягодки еще у нас есть. Бурдюк? Я не понял, что-то вообще не работает, похоже. 4-5, поехали. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ты ешь, 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 ешь. Ягодки ешь, давай. С таким количеством ягод нам вообще любую додошку можно будет получить. Так, че у нас? Растет еда. Че-то там растет, непонятно. Че-то растет, короче. Ну, пусть растет. Фиг с ним. Че нам надо делать-то? Идти дерево добывать? Блин, сейчас вырубать придется весь прекрасный многолетний... Ой-ой-ой, не надо, убери. Многолетний лес нам придется вырубать. Ну, пошли. А че делать? Давай подальше сейчас уйдем. Там это кто ходит? Ой, там эта тварь ходит. Тварь болотная. Падла, уйди от меня, муха. Уйди от меня, шершень, ты. Чёртов. Да ёшкин ты корень, уберись. Не хочу, меня бьют. Ай, закройся, блин. Ха-ха-ха-ха. Капец, пол хп мне сняли. Мухи прокляты, будьте вы прокляты. Сдохните. Ай, я заздохну, ребята. Ну, капец, конечно, скажу я вам. Не очень-то было весело. Вот так вот в лес ходи потом. Такая вот хероборина будет на тебя нападать потом. И что делать? Ладно, мы сейчас найдем, по крайней мере, свои ресурсы. Я вообще правильно бегу? Смотри, у нас ещё какое-то повышение нам дали. Ну, давай повысим чё-нибудь. Давай урон в ближнем бою повысим, что ли. Хоть титана-муравья будем, если что, дубасить. Так, додосик у нас здесь. Я не понял, давайте карту посмотрим. Я примерно по карте ориентируюсь. Вот я бегу. Я бегу, 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 бегу. Почему-то показывает, что я в воде стою. Я не понимаю, почему это так. Ну, в какой я нафиг в воде стою? Вот, наверное, вот этот остров вон и есть. Ой-ой-ой, привет. Ладно, побежали прямо сейчас. Я думаю, что мы выбежим. Он говорит, холодно вам. Ну, чё холодно-то? Нормально. Так, мы всё верно, мы всё верно бежим. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько здесь этих опасных тварей. Чё, убегать будем, да? Давай-ка я сейчас восстановлю немножко. О, вон он, рогатый этот хрен, который меня убил тогда. А чё у нас здесь? Ага, это трилобит. Ну, нафиг. Я к нему не пойду. Я манал. Поплыли-ка по воде. Это, конечно, дольше времени займёт, чем бег, но... Ой, трилобитики у нас не ползают. Но я не хочу, чтобы он меня опять сожрал. Он меня тогда так покусал. Так покромсал. Все ляжки меня ободрал. Тихо, он не идёт на меня. Ну-ка, всплываем. Вон он, падла там. Бегает, охотится, охотится. Вообще, ты посмотри, жёсткий тип. А вот эти маленькие засранцы бегают. Ладно, побежали, побежали. А это раптор. Раптор тоже опасный. Твою налево, он не заметил. Падла, уйди от меня. Уйди от меня, свалочь. Ты не умеешь плавать. Тварь. Капец. Ребята, это вообще невозможно. Да что ж такое-то? Ух, с горем пополам я всё-таки вернулся. Я еле-еле отыскал свой труп. И теперь я готов продолжать строительство. Тем временем я насобирал очень много дерева. Настолько много, что я просто теперь уже даже не могу ничего носить с собой. Я просто не могу прыгать. Я перегружен. Я жёстко перегружен. Сколько у меня там дерева? Ну-ка, давай посмотрим. Дерево, дерево. Ну-ка, удиви меня. 638. 39. Я думаю, что это немного очень не хватит. Дерево. Ну ладно, в общем-то. Что? Давайте сделаем что-нибудь интересное. Допустим. Допустим, мы сделаем крылечко сейчас. Давайте сделаем... Так, вот здесь мы точно сейчас поставим ещё. Так, поехали. Вот сюда поставим. А, так. И одну ещё вот сюда. Давай, делай. Создавай. Ничего-ничего. Причём интересный момент я заметил вообще, что вот с этих вот пальм, которые высокие стоят, выпадает дерево намного больше, чем вот из этих огромных каких-то, не знаю, что это, бабабы какие-то. Но на бабабы не похоже, конечно. Но на огромные вот эти вот деревья. Видите, они очень быстро падают. И это вообще непонятно, каким образом это устроено. Смотрите, короче, у нас три здесь будет. Три здесь. Мы сейчас сделаем сюда небольшое крылечко, чтобы всё очень чинно-блинно у нас было. Давай. Красота тоже должна быть, понимаете? Эстетика там, все дела. Так, вот смотри. Вот так мы сделаем крылечко. Значит, мы заходим сюда. У нас будет здесь небольшая прихожка. Вот такая будет. И сделаем ещё одну комнату. Наверное, здесь небольшая комната со спальным местом. Может быть, ещё пару фундаментов сделаем. Ну-ка давай запилим, почему нет. Так, ещё раз и два. Два фундамента. Так, ещё я до сих пор перегружен, да? У меня и повышение уровня, кстати, даётся. Так, поехали. Так, сюда. И вот ещё один фундамент мы поставим вот сюда. Ну-ка, смотрим, что у нас здесь. Вот ещё бы, конечно, один бы сделать нам небольшой. Хотя, в принципе, огромная комната получается. Давай сделаем, знаешь, в чём? Давай сделаем вот сюда ещё два фундамента. Хватит фундамента. У нас ресурсов нет. 80 всё-таки дерева, это нехило. Так, пойдёт, пойдёт. Так, вот сюда одну поставим. И вот сюда одну поставим. Вот так, всё. Это будет наш дом. Мне кажется, неплохой себе домик получился. Заходим вот сюда. Или давай, или как мы сделаем? Погоди. Как получится сделать? Я даже не знаю. Или... А, вот смотри. Мы ещё, короче, пару фундаментов. Ну, знаете, вот стоит только начать, ты не можешь потом уже остановиться. Так, у нас всё, кончились ресы. Самое время у нас сейчас пойти и насобирать ещё дерево немножко. Так, мы поставили. Пошли, ещё дерево насобираем. Тем более, вот с этих вот пальм очень много выпадает дерево. Мы его без проблем сейчас налупим с вами. У меня повышение, но я настолько быстро качаюсь, что мне даже... У меня очков энграма этого вообще дохрена. Поэтому мы сейчас быстренько с вами построим всё, что мы хотели. Пусть у нас сегодня серия будет такая строительная. Так, поехали. Смотри-ка, а. Смотри, сколько выпадает с этих пальм. Они вроде тоненькие. Упс. Я понял. Так, мне не нужна эта штука. Так, тихо, это ты там рычишь? Главное, чтобы не карн прибежал этот засраный, который меня сожрал. Так, поехали. Неплохо, неплохо. Неплохо идёт у нас строительство. Здесь действительно как-то вот, знаешь, чувствуешь себя живым, что ли, на этом сервере. Думаешь, понимаешь, что хоть что-то ты здесь можешь сделать. Там, конечно, приходилось за каждый кусок еды какой-то сражаться. Не знаю, додиков этих искать, бегать. А их вообще там не очень-то много попадалось нам. Так, вот смотри, ещё пальма. Да, я понял, что ты устал у меня. Но надо ещё поработать немножечко. Пальмы порубить. Так, пойдёт. Вот, вы сами видите, сколько дерева вылетает с этих маленьких, тоненьких пальм. По сравнению с большими деревьями, вы устали, я понял. Устал, да понятно. Опять у нас, смотрите, здоровье не показывается. Опять у нас прозрачный крест. Сейчас оно вроде у нас полное. Вырубим эти пальмы. Ну, чтобы, знаете, здесь красиво всё было. Пальмы, конечно, это весело, но всё-таки они портят вид немножечко. Создаётся впечатление, что мы с вами где-то, не знаю, в какой-то тропической стране. Ну, мы вообще и так, там, на самом деле, там и присутствуем. Так, вот здесь я не буду бить, потому что вдруг его ещё долбану. Он потом ему это не понравится, он потом на меня нападёт. Глянем, что у нас здесь. Выносливость, кислород, еда, вес. Урон в ближнем бою. Давайте сделаем... Повысим, повысим, повысим. Что мы повесим? Вес, может быть, повысим, что-то таскать можно. Или еду побольше. Давай еду побольше сделаем, 130. Всё, я понял, я понял. Пошли дальше. Строительство, строительство. Нам не хватало на один фундамент. Сейчас мы его сделаем. Чё, когда я что-то крафчу, я не могу двигаться быстро. С принтом бежать я не могу. Поехали. Вот, смотри, всё, наш дом готов. А чё, мне кажется, круто. Единственное, что когда мы с вами выучим камень, то тогда, наверное, надо будет ломать всё. Хотя не обязательно. Ну что, давай, поехали. Нам нужны стены. Давайте, примерно, прикинем планировочку. У нас вот здесь вот будет перекрытие. Всё, я понял. Так, мы, значит, с вами делаем стены. Стены у нас нужны сколько? 80 так же. Да вы чё, издеваетесь? Я так много-то и не сделаю здесь. Стен. Давай сразу дверной проём поставим, чтобы было понятно, где он будет находиться вот здесь. Ага, он вот такой вот у нас проёмчик-то. Вот сюда, по-моему, да? Я сюда хотел. Вот у нас будет здесь небольшой проход, а вот здесь вот будет проём. Который у нас будет на 2 квадрата. Да, так я и хотел сделать. Вот так ставим. Вот сюда ставь. Всё. Есть. Готов. И второй дверной проём у нас будет здесь. Девяточка. Это у нас будет вход. Официальный причём. Ну, давай, ставь. Я не понял, по-моему, это как бы меняется. Ага, вот так вот оно ставится. Всё, я понял. Вот сюда лицом. Всё правильно. Вот это мы правильно поставили, а вот эту мы штуку неправильно поставили. А мы можем как-то её покрутить? Разрушить дверной проём? Мы сколько ресурсов за с него получим? Вообще, как-то по-уродски получилось, слушай. Как-то не очень красиво. Будем разрушать? Давай разрушим. Немного мы с него получили дерево, но в любом случае. Красота требует, ну, знаете, что ли, затрат. Немножко я не сообразил, как его надо было поставить. Так, вот так мы ставим. Так, это у нас... Так, а это у нас так. Ага, нам вот так надо поставить. Всё, вот так верно будет. Окей, поехали. Теперь нам нужны стены. Стены. А, что у нас здесь? Засудно повышение уровня. Сколько мы стен можем сделать? Или стены не нужно создавать, они автоматически у нас ставятся? Поехали. У нас была уже одна готовая стена. Так, вот так вот нам нужно. Окей, пойдёт. Семёрочка. Две, три, четыре. Сколько мы стен сможем сделать с вами? Так, поехали. Вот сюда стена. Отлично. Так, стена следующая вот сюда у нас идёт. Этому, естественно, весь периметр мы обносим стенами. Чё, хватит у нас ресурсов? Сколько у нас ещё ресурсов там есть? Ну, вроде пока создаётся. Строй пока создаётся, называется. Так, пойдёт. Ещё одна сюда. Ещё одна вот сюда. Здесь уже строить надо. Нифига я там нарубил дерево. Чё, хватит, хватит? Ну, нет. Давай-ка, создаём. Всё, четыре или сколько там стенами сделали? Вот, смотри, какие у нас хоромы будут вообще. Зашибительские. Сейчас пойдём ещё дерево рубить, а что вы думали? Так, давай сюда. Сюда. И всё. А, вот ещё одну. Оп, всё, смотри, коробка у нас готова. Больше у нас, соответственно, нет никаких щедодомин. Это огромный получается, ребят. Ну, ничего-ничего, это неплохо, в общем-то. Нам, смотри, сколько стен нужно сделать. Нужно сделать раз, два стену здесь, три здесь. И всё. Три. Три стены всего нам нужно сделать, чтобы завершить наш маленький домик. Это кто там идёт? Ага, понятно. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здоровье, значит, выносливость. Что можно? Кислород, еда, вода, вес, урон в ближнем бою. Давайте сделаем выносливость. Повысим. И даже ещё мы можем сделать. Ну, давай повысим скорость передвижения. Вот так. У нас 74 очка энграмма. Вы можете это все представить? Сколько это много? Давай сделаем обязательно стул сделаем. А почему нет? Нормально. Будем сидеть. Так, крышу мы с вами не могли выучить, потому что нам нужно было учить крышу соломиную, насколько я понимаю. Да, поэтому давай-ка сейчас будем учить крышу соломиную. Факела выучим. Выучим наклонная соломиная крыша. Тоже мы это учим. Отлично. 53 осталось. Ну, ладно, как с куста состригли. Деревянный щит нам пока что не нужен. На винтовой лестнице тоже не нужен. А есть обычная лестница. Я хотел здесь крутую лестницу сделать. Не знаю, получится, не получится. Но сейчас разберёмся. Поехали. Значит, нам нужно выучить. Тихо-тихо, кто-то бежит. Ой-ой-ой, блин. Ты кто такой? Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты не надо меня нападать, разбойник. Слышь, что, кого? Стоять, бояться. На Маугли не нападаем. Всё нормально. Чё, он мне предлагает что-то взять. Ну, давай. Чё-то пропадёт через чего-то там сырое мясо. Давай подберём. Спасибо, добрый человек. Ничего себе какое, ты посмотри, а. Ты посмотри, чё творит. Так, он нам дал дофигища мясца. А чё нам с ним делать-то теперь? Нам же его нужно срочно перерабатывать. Он пропадёт через пять минут. Ладно, ты вынуждаешь нас сделать костёр. Поехали, сейчас сделаем костёрчик. Где он у нас? Костёрчик, ты где? Костёрчик, нам нужно солома. Чё нам нужно? Не хватает. Ага. Для костра нам нужно... Дерева не хватает. И ты что, неужели? А у нас костра нет готового сделанного? Дерево надо, прикинь. Ну ладно, пойдём дерево порубим. Какие проблемы-то? Мы сделаем дерево, мы туда сейчас закинем, значит, это мясо и пойдём дальше строить. А оно пусть себе готовится в костре в этом. Давай. Я думаю, что это должно хватить на 250 кусков. Я так понял, что зажаренный белок вот этот, он не пропадает. Если я вдруг не прав, то поправьте меня. По крайней мере, я помню, что у меня была целая пачка этого самого... Самой картошки. И мы её с вами носили, 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 носили. И ничего с ней не происходило. Давай-ка сейчас построим здесь небольшой костёрчик. Где у нас здесь? Поехали. Куда его поставим? Давайте подумаем. Значит, это у нас вход. Это у нас будет спальная зона. Здесь у нас, видимо, какой-то шкаф будет стоять. Здесь у нас будет, типа, прихожка, видимо, камин и костёр. Давай поставим костёр вот сюда. Где-то у меня здесь костёрчик. Ну вот, куда-нибудь вот сюда поставим костёр. Окей, идёт. Просмотреть инвентарь. Окей. Так, мы закидываем, значит, сюда... Мы закидываем сюда наше 141 дерево. И мы закидываем сюда 750. И вот эти 70 тоже туда закидываем. А чё, нормально, мне кажется? Тухлое мясо мы ещё не с вами успеем. Собираюсь зажечь огонь. Всё, пусть он готовится спокойненько. А мы пошли. Мы пошли дальше работать. Работа-то не волк. Она в лес не убегает. В отличие от динозавров. Так, вот у нас ещё есть пальмы какие-то здесь. Поехали. А, вот здесь он опять трётся. Смотри, по-моему, он просто чешет себе бочину. Так животные иногда поступают, когда они пытаются... Это чё такое? Смотри, растения какие-то. Какой-то розы. Чё, это гибискус? Чё-то нифига себе тут ягод. Это чё там? Смотри, чё с динозавром происходит. Что с тобой, дружище? Это кто? Это какой вообще? Это раптор, нет? Чё с ним? Кто это? Это раптор! Ну нафиг я! Пошёл отсюда! Слушай, слушай. Он мне главное, чтобы не заметил. Если он на меня нападёт, это будет конец. Это будет конец всему. Я не хочу терять своё... Свои ресурсы. Смотри, сколько с этого дерева выпадает? 40, 58 всего лишь. Ты посмотри, а? Мало. Вообще реально очень мало. Где бы ещё пальм надыбать? Вот две пальмы. Блин, мало. Мало пальм. А, вон пальмы какие-то. Вон пальмы, точно. Сейчас мы пойдём туда как раз. Пока у нас там всё жарится. Так, Карл у нас прилетел. На ловца и зверь бежит, значит. Типа стоило такое. Стоило для птеродактера. Ну нормально, чё? Пойдёт. Ой, солнце слепит глаза. Хватит. Солнце, прекрати. Так, ребят, простите, я вот тут пальм... Ой, сколько там пальм, смотри. Там очень много пальма. Это как раз дерево, которое нам нужно для производства наших домов крутых. Скошенная крыша, это круче, потому что она даёт определённое ощущение пространства над головой, а не то, что ты эту соломиную крышу ну, увидели, да, я сделал, но я просто головой тёрся в неё. Это было очень неудобно. Скошенная крыша намного круче. Ага, падёт, падёт. Вот с этих деревьев очень много выпадает дерево. И смотри, как у нас Э-левел поднимается. Просто адски поднимается. Ещё сейчас одно повышение будет. Скоро нам вообще можно будет не переживать на счёт этих очков энграмма. У нас их будет столько, что мы сможем учить с вами всё, что только нам захочется. Вы устали, да я понял. Вы устали, вы устали ваши пальчики, устали. Мне писали, мы писали, ваши пальчики устали. Мы рубили, мы рубили. Наши пальчики заныли. Вода, кислород, выносливость мы повысим. Окей, закрыть. Всё, да? Больше ничего не можем повысить. Окей. А-а-а, чё-то у нас голодный и холодный, смотри. Кто-то у нас опасный, нет? Пойдём попьём чё-нибудь. Кстати, можем ягодок поесть. Я не помню, ягодки у нас восстанавливают. Воду или нет? Воду, по-моему, нифига не восстанавливают. Ну ладно. Благо, у нас здесь океанчик рядом. Ну что-ка, ребят, как вам вообще идея выживать на таком сервере? Напишите, если вы считаете, что это совершенно абсолютно неинтересно, что, знаешь, всё так легко даётся, а прям так и пишите, мне будет интересно послушать, что вы думаете насчёт. И напишите, кто из вас на хардкоре играет на каком-нибудь жёстком сервере, где всё плохо, где всё очень тяжело. Есть ли такие самоубийцы? Потому что даже вот ребята, насколько я понимаю, давно уже играют, всё-таки на этом сервере именно играют. Не пошли на хардкорные сервера. А может быть там тоже параллельно где-то, знаешь, здесь как бы выживаем, а там мы просто ходим и всех рейдим. Хотя там тоже как ты будешь рейдить, если ты не будешь выживать. Давай, отдыхай, дружище. Смотри, еда-то у нас реально восстанавливается. Сейчас под завязку мы сейчас деревом затаримся, потом пойдём строить дом нашей мечты, потому что крышу надо будет ещё разводить, а крыша будет уже стоить определённых ресурсов. Ну нормально, нормально, мы вообще дерево здесь поднимем с вами. Ой, хорошо поднимем. Да и вообще, смотрите, какой лес. Я, если что, знаю, куда идти рубить. Я надеюсь, парни не будут против, что я им тут пустыню устроил. Упс, не ожидал. Прости. Ой, зачем я это сделал? Я же второй уже не начал делать. Вот так, пойдём. Посмотрим, сколько у нас там уже ресурсов. Смотри, как нужно. Это вообще круто. Так, глянем, сколько дерева у нас. Дерево 780. Ну, давайте ещё добьём. То есть, если по 80, то у нас тратится на один юнит. Ну, не юнит, а один элемент строительства, то, соответственно, если у нас будет 800, тогда у нас будет с вами... Всё, мы можем идти. Мы не можем, кстати, уже бежать. Мы можем только идти. Значит, мы сможем построить с вами 10 каких-то элементов. Ну, неплохо. Нет, неплохо. Нам нужно будет сделать крышу и нужно будет сделать ещё 3 стены. Не знаю, хватит, не хватит. Пока что стены, кстати, можно крафтить. Вот так, 3 стены мы сразу сделаем. Смотри, у меня там костёр, говорит. О, хорошо, светло. Супер, там вот какой-то маленький динозаврик ходит, мне не нравится. Может, на меня напасть. А я перегружен, я не смогу от него убегать. За что? Слушай, ну как всё-таки круто, когда у тебя дома горит огонь. Горит очаг, и ты сильно не паришься из-за того, что у тебя кончится дерево это самое. Вообще, конечно, это было немножко так... Слушай, я не смогу... А, нет, всё-таки я смог сюда залезть. Я думал, что я не смогу залезть сюда. Так, давай посмотрим, что у нас здесь в инвентаре. 16 всего приготовилось. Ты серьёзно? Ну давай, зажигай, пусть готовится. Так, мы это себе забираем тогда. Сразу вот сюда возьмём, чтобы голод утолять. Голод у нас, кстати, надо утолять, потому что у нас уже там всё падает. Поехали, значит, семёрочка. Вот у нас стена будет вот сюда, и вот здесь у нас тоже будет стена вот сюда. Прекрасно. Так, здесь мы должны ещё один проём поставить. Вот так. Домик моей... Ну, не то что мечты, но как бы... Тип того, короче говоря. В этой игре пока что мне больше не дано здесь обрести. Значит, мы заходим сюда. Нам нужно, чтобы нас сильно-то видно не было, когда мы заходим, поэтому мы сейчас кровать сюда поставим. Ну, что ж. Неоднократно мне приходилось менять место жительства в своей жизни, поэтому я немножечко уже так, знаете, наблатыкался в плане того, как вообще устраивать свой быт. Когда ты куда-то переезжаешь, где-то пытаешься остановиться. Ненадолго, но остановиться всё-таки. Так, а это у нас фундамент нам уже не понадобится. Шестёрочка. Вот она наша кровать прекрасная. Прекрасная, красивая кровать. Мы её сейчас поставим вот таким вот образом. Куда? Вот сюда, наверное, мы её поставим. Давай вот сюда поставим как-то. Это будет по фэншую, наверное. Так, ставим. Так, поставили. И теперь вот так вот красиво. Солнце у нас, кстати, встаёт вот там примерно. Головой надо спать на восток, поэтому мы вот так вот поставим. Вот вообще, мне кажется, вообще круто, быстро перемещение, сбросить все предметы. Отлично. Хорошо, что обрадовало. Это что у нас за дырка? Я не понял. Ребята, это что за дыра-то у нас? Почему у нас здесь дырень? Эй! Ты тоже подглядывать за мной буду. Блин, я понял, почему у нас дырень. Потому что мы не той стороной поставили. Капец. Мы поставили не той стороной. Что делаем? Тут надо что-то делать. Надо разрушать. Видимо, как-то. Опа, Карл пришёл. Ну чё, как тебе мой новый дом? Хорошо. Да неплохо. Слушай, а если я стену поставил другой стороной, я не могу её просто взять и развернуть? Или её разрушать обязательно нужно? Нет, только сноси. Окей. Понял. Так, МиГ-2, значит. Мы сейчас на Карну пойдём, кто с вами, нет? Не, я, пожалуй, пока что буду домом тут заниматься. Мне надо обустроиться, понимаешь? Да, если ты хочешь. Окей. Пошли куда-то. Куда-то пошли, я не понял, куда пошли. Ну, я тоже сейчас никуда не хочу идти. Так, разрушаем стену. Разрушаю стену, сказал. Какие гости ко мне придут? Ну, чё они увидят в этой стене? Я скажу, ну чё такое, блин? Маугли-то строить вообще не умеет. Я скажу, да, ребят, вы понимаете, я тут облажался немножко стену, неправильно поставил. Так, вот это что у нас, это правильно? Вот это вот правильно, да. Вот это вот будет правильно. Всё, всё. Чё? Серьёзно? Опять? Да нет, ты издеваешься, блин. Погоди, да какого хрена? Я же вроде всё правильно ставил. Ой, блин. Ну что ж такое? Ты посмотри, мы с вами сколько ресурсов потратили. Сколько ресурсов? Смотри, почему у меня за стену уже берётся 40? Странно. Странно. Так, стена у нас... Вот, давайте, всё. Вот сейчас мы точно должны правильно поставить её. Вот мы её ставим. Ну вот так вот неправильно она стоит. Вот так вот она стоит. А так она... Подожди, вот это что сейчас? Так она вот так стоит, а это вот так стоит. Вот так, вот так правильно же? Вот всё правильно. Всё. Ой, славьте господи, всё нормально сделали теперь. Нормально. Всё, пойдёт. Так, что мы хотели ещё-то сделать? Мы хотели с вами крышу сделать. Крыша, как у нас эта крыша делается? Крыша, крыша, крыша. Где-то у нас была какая-то скошенная деревянная крыша. Так, там соломенная. Мы её выучили вообще? Мне кажется, мы её не выучили даже. Посмотрим. Да, реально, кстати. Да, реально, у нас она... Вот, крыша наклонная. Требуется что требуется? Деревянное перекрытие нужно какое-то сделать. Деревянное перекрытие, это вот эта штука. Давай учим её. Деревянная табличка нам не нужна. Ага, могильная плита. Божечки упаси. Деревянный щит тоже нам не нужен. Где-то крыша была скошенная. Скошенные деревянные. А, вот, смотри. Вот так и вот так. Всё. Всё, всё, всё. Супер, супер, супер. Подожди, это стена скошенная, блин. Это не то. Это не то. Ладно, оно пригодится. Оно по-любому пригодится. Так, деревянный перила делаем. Нам же нужно сейчас перила сделать. Деревянный фундамент для забора. Лук! Ай, твою мать, мы можем выучить лук. И можем кожаную рубашку сделать, кожаные штаны. Обалденно! Слушай, а нам что-нибудь надо... Нет, давайте сначала деревянный стол сейчас сделаем. Мы должны сначала сейчас обустроить наше жилище. Шкаф мы сделаем. У нас ящик выучен. Ящик мы, кстати, сделали с вами. Отлично. Так, что у нас ещё здесь есть интересного? Фундамент для забора нам не нужен. Плод нам тоже не нужен. Ящик для компоста. Это будет всё потом. Каменная стена. Ребят, уже каменные какие-то у нас... Деревянная рампа, большая рампа. Что это такое? Деревянная рама для люка. Деревянная колонна. Капец. Ладно, мы с этим всем разберёмся. Тихо, кто там ходит? Тихо, не надо. Ой-ой-ой. Кто это тут ходит? Так, ну ладно, он безопасен, он безопасен. Ладно, мы его выучили. Давайте приготовить, изготавливать. Так, давайте сначала перила сделаем. Перила, видимо, нам две штуки надо будет сделать. Так, где у меня перила? Ставим её вместо кровати. Пойдёт. Так, перилка. Вот, смотри, вот у нас одна перилка будет. Вот так, красота! И вместо кровати у нас шестёрочка. Вот вторая перилка будет у нас вот. Ставишься, нет? Перила. Всё. Ну что, смотрите, крутое крыльцо вообще. Вообще классное. Я могу прям... Смотри-ка. Я думал, что лестницу какую-то можно было прикольную сделать. Ну, чтобы вообще красиво было. Но как-то вот не получается, похоже. Чё-то я не заметил там такое. Так, поехали дальше. Что у нас здесь? Сейчас мы, сейчас мы, сейчас мы сделаем. Всё, нам нужно крышу сделать. Это что у нас здесь такое? Это наклонная деревянная крыша. Немного отличен от угла наклона рампы. А наклонная крыша, как она делается? Мы не поймём, пока не сделаем. Это что у нас? Орешки! Семена Амобеля на самом деле похожи, как пирожные орешки. Знаете, такие со сгущенкой. Есть, захотел кто-нибудь? Простите, я не хотел вызвать у вас такие слюноотделения. Вот эта крыша, мне кажется, как раз нам подойдёт. Погоди. Погоди, погоди, погоди. Вот, мы её сейчас, смотри, как сделаем. Мы её сделаем сейчас вот так. А ты почему не ставишься-то, я не понял? Нет, ты мне не... Ты мне не надо сюда ставиться. Погоди, что с ней происходит? А я могу как-то запрыгнуть на эту стену? Я не могу запрыгнуть на стену. Значит, дом у нас будет каким образом? Блин, я вообще запутался, где я нахожусь. Нам нужно будет поставить вот эти штуки вот как-то так. Вот типа вот того? Да что ж ты так не хочешь ставиться? Почему-то оно на землю куда-то ставится. Так, а вот, на перилке мы можем, наверное, запрыгнуть. Ты что, на перила не можешь запрыгнуть, что ли? Слушай, я здесь вообще офигею себе. Ты на перилах не можешь стоять? Ты что, не паркурщик, что ли? Я вообще офигею с него. Он падает с него. Вообще. Вот даёт, а, мужлан. Я не понимаю, почему она не ставится у нас. Мне кажется, мы что-то... То ли её как на что-то нужно ставить на конкретное. Деревянная крыша скошенная. Вот. Почему ты... Вот почему она сюда вот не ставится? Я хочу, чтобы она вот так по диагонали вот так вот шла. Вообще. Вот, ну никак. Какой-то бред. Так, ладно, пошли. Посмотрим, что-то может быть ещё какое-то у нас есть. Это у нас деревянная крыша. А это что у нас здесь? Деревянные перекрытия. Деревянная горизонтальная конструкция. Изолирует пространство внешнего мира. И одновременно является полом для верхних этажей. Это нам не нужно. У нас второго этажа нет. Скошенная деревянная стена. Смотри, не перевели здесь. Не перевели. Я даже не знаю, короче, каким образом мы можем это сделать. Как мы сделаем такую крышу? Вот она вообще никак у нас не ставится. Может быть нам для этого нужно обязательно сделать перекрытие? То есть только на перекрытие она ставится? Типа на второй этаж? Ну, это тогда вообще бред будет. Серьёзно. Что-то как-то неинтересно. Мне как-то вообще это не нравится, идея. Делать ещё второй этаж ради того, чтобы сделать потом скошенную крышу. Интересно. А соломенная крыша у нас наклонная же есть? Может быть соломенная крыша нормально будет ставиться? Это у нас что? Это у нас скошенная соломенная стена. А вот наклонная соломенная крыша. А может быть рампу нам нужно выучить? Давай посмотрим, что такое рампа у нас. Где-то у нас была какая-то рампа здесь. Рампа, соответственно, это не та рампа, на которой скейтбордёры катаются. Деревянная рампа. Наклонный деревянный пол для перемещения между этажами. Может так использовать создание наклонной. Вот наклонная крыша. Вот это мне интересно. Выучили. Так, наклонная рампа у нас. Вот это наклонная рампа. Блин, столько здесь всяких надписей, что я даже иногда не видно описаний. Так, это у нас деревянная рампа. Давай-ка попробуем её сюда ставим. Семёрочка. Ну-ка. Да ты чё, она тоже не ставится. Да чё же это за бред-то такой? Тоже она не ставится наверх. Ну почему вот её нельзя просто взять и вот так вот поставить? Я не понимаю. Столько времени мы, короче, на это убили. А оно сегодня как у нас не выходит. Капец, 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 капец. Чё ей не нравится? Я понимаю, что она как бы ставится вроде как на второй этаж. То есть неужели нам придётся второй этаж делать? Я не хочу этого делать. Я хотел бы, чтобы у меня здесь... Ну чё делать-то будем, а? Скажите мне, пожалуйста, друзья мои. Неужели нам придётся сейчас полностью закладывать весь наш потолок? Так, это у нас... Что это у нас? Деревянное перекрытие. Ещё раз. А это у нас деревянная крыша наклонная. Давай сделаем перекрытие. Сейчас посмотрим, как оно пойдёт у нас. Значит, на стены просто у нас не ставится. Просто тупо не ставится. Так, восьмёрка. Вот, перекрытие мы можем, короче... Всё, я понял. Ну, видимо, нам придётся действительно здесь всё закрывать. Я не хотел. Я хотел немножко пространства оставить, чтобы у нас как-то повыше было всё. И второй слой стен я тоже не хотел возводить, чтобы у нас как бы в двойную высоту было здесь всё. Хотя можно было бы, конечно, это сделать. Но это столько ресурсов. Сотраты дикие вообще. Или всё-таки сделать второй уровень стены. Короче говоря, друзья мои, давайте-ка я сейчас оставлю это всё для себя. Порешаю уже в одиночестве. И для того, чтобы вам было интересно потом посмотреть следующую серию, что я там придумал и какой я там дом отстроил. Вот. Соответственно, за следующую серию я вам уже сделаю небольшую экскурсию по дому. Своей мечты, которая здесь у меня в арке будет. А пока что ставьте лайк этому видео, если хотите продолжения. Если вам нравится подобная серия и нравится эта игра, Ark Survival Evolved. С вами был Маугли. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А мы с вами прощаемся до следующего видео. Всегда оставайтесь на высоте. И пока-то вам. Короче говоря, ребята, я тут построил дом. Я не смогу провести вам никакую экскурсию по этому дому. По-по-по-по коже. Этот Карн совсем сошёл с ума. Он решил разрушить мой дом. И только посмотрите, что он творит. Засранец это падла. Он просто кусает мои стены. Я не знаю, что он там такое интересно увидел. Нафиг, нафиг, нафиг я сваливаю. Он пытается меня сожрать, а он уже сожрал меня. Раз пять или шесть. И теперь я потерял все свои ресурсы, которые были у меня. Я просто не мог подойти к своему трупу. Ты посмотри на этого идиота. Этого идиота. Ай, блин, он проник. Каким-то образом он проник. Так, Айс Рейн пришёл меня спасать. Айс Рейн, спасай меня. Чёрт. Падла, падла, падла. Забегай, забегай, забегай. Вроде как я в своём доме немножечко. Как-то в безопасности. Но это вообще не помогает, друзья мои. Я не знаю, что ему нужно было. Я уже думал, что может быть он учуил жареное мясо в моём костре. Я его вытащил оттуда. Но ни хрена, ни хрена ему. Это никак не помогло. Но всё равно он напал на меня. Где он? Он ушёл. Буквально совсем недавно Карл наш и Айс Рейн, они приручили одного Карла низкого уровня. Блин, куда он? Ушёл? Офигеть, нет, нет, нет. Вот он здесь. Собака. Айс Рейн, по-моему, на птеродактиле пытается что-то с ним сделать. Но я думаю, что это вообще бесполезно. Капец, он нападает. Я не знаю, по-моему, похоже, что просто он меня не взлюбил. Это, видимо, как раз тот, который меня уже ел несколько раз. И, наверное, я ему очень понравился, и поэтому он решил просто прийти и сожрать мой дом. Поэтому он думает, что какой хозяин такой дом на вкус. Я не знаю, что вообще здесь такое происходит. Я не знаю, как теперь мне выйти отсюда. Я вообще очкую. Что, его убили, нет? Да хрен, давай его убили. Вон он. Он там на... Нападает, нападает. На Айс Рейн, спасай меня. Так, ну, конечно, короче, они... Карн дерется. Карн дерется. Так, он ушел, он ушел, он ушел. Где-то был мой здесь ящичек. Собирай, собирай, собирай. О, боже. Все, 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 забираем все. Вот они все мои ресурсы. Причем они сохранились, самое что интересное. То есть, видимо, труп-то действительно пропадает, а вот ресурсы у меня сохранились. А это что у меня? Это, по-моему, еще какие-то у меня ресурсы. Здесь вообще ничего нет. Здесь четыре камушка. Ой, господи. Каким чудом я все-таки смог выжить. И все это благодаря Айс Рейну, который прилетел... Бомбиноносно прилетел на Птердактиле и спас меня. Капец. Я не знаю, успею ее достроить, этот дом или нет. Но он вообще четко его покоцал. Ты посмотри. Починить, ремонтировать. Ладно, вроде это все мы восстановить можем. Это будет не очень дорого. Смотри, он все... Он каждую мою стену покоцал. Он даже мои перила, короче, покоцал. Все мне теперь надо ремонтировать. Это вообще какая-то жесть. Будь ты проклят, Карни. Я вообще не знаю, что бы с тобой сделал. Все мои стены покоцал. Ты посмотри, а? Ну-ка, смотрим, что у нас здесь. Ну, немного покоцал совсем, конечно. Но он, блин, сколько стоял и жрал-то. Это вообще я не могу. Вот это вообще хорошо покоцал. Это вообще он практически уничтожил. Подожди, нам как-то ремонтировать надо. А почему ты не ремонтируешься? Слышь? Вообще не ремонтируется, смотри. 27, 36, так и остается. С той стороны, подойди, фиг знает. Короче говоря, вот такая вот выжатуха здесь тяжелая. Все очень плохо. Айс Рейн, это была какая-то жесть. Да, у жара тебе карма, да? Че, ему надо было от меня? А он просто ищет. Нашел человека, агриться. Если он на тебя саглится, все, дом вставлен на грудь. Ужас какой. Спасибо побольшое за помощь. Слушай, у тебя нет что-нибудь пожрать? Это я бы просил его. Да, да, да. Без проблем. Давай. Сейчас дам. Ты же мой герой, поэтому я должен тебя накормить как минимум. Ты же мой герой, поэтому я должен тебя накормить.